Начальник прокатно-термического отделения, листопрокатного цеха, Роловец Аркадий. Какие действия будут предприняты для поддержания уровня стабильного нашей экономики в условиях санкционного давления? Аркадий, почему я здесь и нахожусь? Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал, посмотрели, что вам не хватает. Хороший кнут. Вот что нужно. Может не столько для вас, сколько для тех, кто отдельно, кто здесь находится. Вы с удовольствием будете работать. Пожалуйста, сырье. Вы освоили эту сложную технику. Вы готовы делать этот тонкий лист, который делают единицы предприятий в мире. Заказы есть. Вы готовы работать. Но тягомотина. Ну да, возникла проблема. Ее нужно решать. Ее нужно решать мгновенно. Потому что нас попытались санкциями задушить. Даже вас не задушили. Вы не работающие, фактически, были предприятия. А те, кто работают, им кто мешает работать? Сегодня спрос на нашу продукцию громадный. Возьмите тракторы, комбайны, кормоуборочные, зерноуборочные. Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы. У нас открылся рынок. Вот министр промышленности докладывает, мы не успеваем для Россельмаша, комплектующая, которую они просят нас сделать, догон Сельмаши. Это время возможностей. И только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком, нас догонят и раздавят, нас затопчут. И дело здесь даже не в политиках. Посмотрите, в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю, зачем. У нас поляки живут, этнические, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы там есть, а чумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально. Можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг лидеров их ниже 30 уже процентов. Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг. Ну терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать. Ну, белорусы они целиком готовы проглотить. Не получится. Поэтому не в политиках дело. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать. Но, знаете, политика политикой, а бизнес, производство, это производство. Если им надо вот это золото, которое вы делаете, окольными путями, как угодно, через Африку, Азию, но мы его продадим, этот товар, и продаем. Все есть для того, чтобы работать. И люди есть. Да, сегодня надо человек 60-80 дополнительно набрать. А это специалисты хорошие. Вот я ему и советую, иди в ВУЗы из последних курсов. Забирай молодых ребят. Я же не зря у тебя спросил, ты можешь обучить молодежь? Ты же могу. Ты это чудо технику освоил. Тебе придет молодняк. Конечно, они будут не готовы еще работать. Но я уверен, до конца года ты их обучишь. Но надо жилье. Жилье есть. Надо поддержим. Но это завод самый современный. Его нельзя угробить. Это завод молодой для молодежи. Берегите это предприятие. Для вас нет и не будет никаких проблем. Потому что продукцию, которую вы производите, нужна во всем мире.